доброго времени суток с вами texer dual universe и наконец-то я закончил последние два сканера будут крафтится следующие два дня тут этом осталось 16 часов а последний сканер еще не начинался ему шуршать и шуршать 4 часа голова для него будет конец и потом встанет в очередь туда и графится 17 часов но я к счастью к этому же отношения иметь не буду все а мой мини завод тут заканчивает нет он не заканчивает тут остается не гарантир он фиолетовый стоит заведовать этим хозяйством все и топливо мне облом хорошо ладно я и на имеющимся влечу я же еще на имеющемся лохит лохит был принесен куда-то не звезд куда ах ты не сюда же вот так вот я чё шиматики нету а им полин дышишь шок тебя я хочу улететь с полным топливом 200 литров у меня влезает блин насколько надо 50 так возьму так у меня в корабль влезает 400 литров и я как не хочу с неполным топаком лететь ну как стрёмно они хватит так с чего я сбился а я улетаю наконец на тадос 100 рассмотрит мой корабль алекс один алекс один что-то там забыл так но топливо сейчас будет а я набил всякого к себе это был двухместный корабль алекс они разглядывают возможно хочет такое так надо вот это еще с тобой забрать его компактифицирую вот так компактифицировать может только не ошибка большие кораблики и они должны пустые но тогда я упаковал капсулку и он теперь у меня живет так я все взял у меня с тобой клайм юнит и корабль вот этот вот рифтер но кто в онлайн играл то тот может быть обвода узнает по нашу не один в один но тем не менее а он был двухместный но я вот кабаре лет вот где люкс обычно возил разобрал выкинул на фиг отсюда кресло в корячу за четыре контейнера чтобы все увести меня с собой клайм юнит немножко станков немножко запчастей все опять кончилось а как так а медь еще не пришла до ты плать давай быстрее 45 на плавит этот хапнет и давай чем все у кого корабля хоть чем надо чувак тебе не светит ничуть есть него хорошего не свете что-то с него хочешь так да все что надо есть еще смотрю меня он базовый коннектор используется все должно быть хорошо это хапнуло все да ну я производство с одной стороны наладил с другой стран тут еще вот немножко два станка доделывают если хоть из других станков тут чем делать двигатель еще чего-то будут ставить у тебя нет их ресурсы то третий сканер будет не готов отрицкая мне должны привести уже на тадос так во все пошло пошел пошел крафт так корабль надо заправить заправки тут меня не очень хорошо расположены заправочные люки молодой был неопытный это было больше двух лет назад когда об эта версия игры только запустилась так чувак что тебе надо так ну чего есть еще нет еще а кратит последнего 300 литров до я три задал блин 400 надо выкрашить хотелось бы сюда может вы кружу погоди нет отлить там но и тут заканчивает митя хочет нас полную переплавку жахнуть так давай туда вроде собирался уже улетать уже не никак не могу хоть оторваться так так пошел вот в полную переделку тебя чего одну давай 1 в принципе можно понять человек прилетел посмотреть что такое но как-то клуб находит вокруг меня сказать но доходит окручет моего у меня ощущаешь меня хотят спереть все еще суточку с этим ему прям не имется пошел нафиг так ну с другой стороны возможно человек просто хотел посмотреть как завода строит все такое может не знаю все он собрался полетел с вами пепелация атмосферный атмосферный но странный хочу не летит но ладно так что у меня с конфигурацией тут флайн констракт пойдет потом поменяю уже совсем под себя там дисплей переключу и так далее там много на хаде много лишнего с другой стороны корабль у меня без радара когда-то давно он вез меня и люкса в рюкзаках у нас был наш маленький заводик из нуб зоны и клайм юнит вез нас на тадос и довез что примечательно я надеюсь что четыре контейнера xs даже набитые они весят меньше чем люкс с полным рюкзаком хотя они тоже полные но рюкзак по моему это с контейнер по объему ну по крайней мере сканер которыми рюкзаки лежит не сканер клайм он ни в один из контейнеров не лезет то есть мой рюкзак больше тут еще вес конечно имеет место ну давай последняя есть все 200 литров последние погнали сейчас заправлю и двинем несмотря на то что я провел в игре уже больше 40 часов я снимал немного как вы уже заметили там от силы часа наверно два наберется или что-то типа того потому что снимать было в общем то нечего я бегал вот тут между танками иногда выбегал в поле собирать камни видите пусто вот даже сканер включу вот тут пусто валяется кварц синий никому не нужно и все я собрал тут все нужное и ну кроме железа с алюминием местами не лежит немножко железо алюминия но в пределах гекса вот своего вот этого я собрал все да на хэвине очень плохо у кого есть мысль что на хэвине можно что-то хорошее построить бросьте эту мысль ресурсов очень мало буры добывают тут бурами тут даже добывается мало то есть но она бедная земля не надо летите на другие планеты так хэван все прощай хэван система а нет я вот дадос destination у нас на дадосе итак я лечу в то же место где у нас всегда стоял наш мега завод тут я может быть в гексе ошибся чуть ли правее ну неважно на месте посмотрю просто . нужно между я маркетами а тут мы обитали есть тут что-то мне не понравится а вот учет с одобрения люкса поставлю еще смотрели мы вариант вот тут поставить чтобы с видом на острова на все-таки полечу на старое место единственный минус тут кто-то за клаймер звездочку он что-то тут нашел но это я сейчас прилечу и там советуюсь уже с коллегами так что вот полетели так шасси втянуть так у меня предупреждение что типа фигня тяжеловато это плохо ну давайте верить что все пройдет хорошо так взлет прошел будем надеяться что он вытянет я в этом совершенно не уверен но давайте верить в это вот он топлива всего на полчаса болен ну да это небольшой кораблик как бы не для длительных полетов да да разгоняешь тебя маленькая скорость ничего мне кажется не потянет я чего-то его перегрузил походу ну газ на максимум прибавить я уже ничего не могу ну а круто вверх очень шел сейчас у меня я сейчас более полога ставлю ачивка флайер получена будем надеяться что вытянет я вот не понял мы тогда летели перегруз то был нет 400 у него скорость небольшая я предпочел чтобы это было где-то в районе 700 ну ладно в принципе линейная скорость она тут не главное главное будет у него подъемная сила а у меня еще скиллы не очень качественные ну че там за неделю то могу качать я установил фрамы производства вкладывался то есть мне кстати в 70 у него уже минуту нормально мне главное хоть как-то сейчас до тадоса добраться там я ищу и топливо все накрафчивать что такое атмосферное топливо вообще в кармане крафтится вот космическое нет атмосферное крафтится в кармане скорость падает на самом деле не скорость падает мощность двигатель я чувствую падает вот это фигово то есть если что придется возвращаться космос начинается по моему короче космос начинается когда там вон атмосфера где 25 процентов по-моему десяточку покажет или что-то в этом духе там подключат космические явители по моему не на нуле по моему они заключаются иногда туда еще лететь и лететь вот к вопросу о гироскопе говорят типа нафига ставишь гироскоп не раз мне говорили гироскоп показывает там внизу вот дисплей который под топливом он показывает угол наклона к горизонту очень удобно то есть когда он чтобы нормально вот этот корабль летел ему нужно в пределах там 10-11 градусов чтобы угол наклона к горизонту был чтобы у него ну чтобы он не вертикально вверх вверх у него чисто мощности не хватит свою массу убереть вверх под периодически я вот немножко вниз его сгоняю что он тут не под конским углом к горизонту шел хотя похоже я виток вокруг планеты сделаю хорошо если он может не один чтобы набрать высоту может быть не потянет тогда я вернусь на базу и поставлю еще два движка стоп а их по-моему с собой взял или нет надо посмотреть может быть взял хоть по-моему я весь этот склад вставлял не по-моему не взял ну если что вернуть нам вернусь на базу корабль давай не подвиди давай ты вытянешь я понимаю что я тебя перегрузил жутко но все таки не помню высоту а я на структуаре было ни на хэвэ не был так что я и не должен ее помнить главное чтобы загорелись космический двигатель они мощные они вытянут если скорость упадет корабль начал сваливаться до того как включат космические двигатели это фигня тогда придется что-то делать на санктуаре по моему десять километров была высота или что-то типа того ну выше точно так высота пошла расти ну может 10 градусов то я зря со зла поставил но у него скорость падает сильно ладно попробуем вверх штурмануть 37 в принципе скорость то нормально вот если не перегруз но я ничего не могу с перегрузом сделать у меня в рюкзаке лежит этот клайм юнит чертов а он тяжеленный он что-то там больше 20 тонн получается ну не спрашивать как можно в рюкзаке 20 тонн носить я тоже этого не знаю ну летим можно включить вид из кабины но я сейчас этого не буду делать я из кабины не очень хорошо рулю потому что видимость кабина такая так себе не могу включить пока лети вот так вот это выглядит и в кабине можно башкой крутить тут прям вот как-то так-то я прописываю вид со стороны красивее так включу бы я проскочил да траектория пока видите не очень ну будем надеяться скорость падает блин высота падает блин фигово высота падает прям падает сейчас скорость пошла в разгон то есть у меня угол вверх как бы задран но тяги двигателя не хватает чтобы самолет поднять ну скелы фиговые ну скелы фиговые ну скелы фиговые то есть вернулся в более плотные слои тяга двигателя возросла видите перегруз 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 корабль на эксцесс ядре маленький корабль на эксцесс ядре маленький перегруз ну что ты вниз пошел пердавай ну он ровно идет ну пошел набирать конечно мне кажется у него опять не хватит тяги у него скорость упадет опять а а вертикально вверх у него мощность двигателя не хватит он похоже первый вылет успехом не уменьшался на будет движком довесить потом сниму потому что в варианте когда там я без клайма лечу там все хорошо ну в варианте с клаймом с клайм юнитом что-то блин нет ну 9% атмосферы то я еще не вытянул слишком падает скорость вовремя а кстати у меня какой-то летательный талант он блок если чо может как раз он и поможет я в конце поставил прокачку талантов которые именно вот отвечают за все вот эти движки все вот это чтобы улететь но пока вверх идет блин ну включи то космические то уже я понимаю что десятку где-то на десять процентов они там включаются просто космические движки они прям прирост хороший дают а если вот так если вот так если вот так назад падает болеем фигово появилась другая мысль а что есть разогнаться вот так вниз и вверх как бы ну спикировать потом вверх и 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 от все вниз пошел можно можно дольше разогнаться попробовать на чувствуешь меня уже на базу отлететь тяги не хватает так он еще быстрее кончается да ну что ж я тогда разворачиваюсь на базу поставлю там еще два двигателя хотя погодите я может с собой взял сомневаюсь не помни брал так тогда на базу иван где он там 70 километров адам первый опыт неудачный да что ж ты делаешь надеюсь скорость 10 километров сейчас врезу землю выжил фу чудом сообразил мисс движками периода перевернуться затормозить то есть ну есть аэродинамика я самолет это же не вертолет ни хрена я его развернул получается как блинчик но он упал как-то после штопра называется что-то типа того отдать попробую посмотреть что вообще там чё у меня в отсеках можете с собой эти движки везут я прям часто прицеплю смея лететь на противоположную сторону планету планета небольшая это этим посадочные движки да пипец как все не просто в этой жизни так чё тут только нет то еще надо нет да я очень жадный и четко с тобой не набрал короче нифига нет что тем он используется элемент и офигею ай чё за дым богат боганул счета ну а надо перезагонить это пока ползну помучился поставил дополнительные движки и похоже вот мне удалось просто пануть космическими двигателями верхней края атмосферы эти оранжево засветились пошел разгон да все космические движки это все если они врубились все прекрасно ну вот слышите это жизнеутверждающие рычание это они в кабине вообще пипец вот эти вот бешеные турбины это космические движки включились но собственно все то есть реклама не погореть атмосфере про два процента осталось и я уже не погорю вся проблема была в том что у меня перегруз рюкзака с перегрузом рюкзака там какая-то фигня с этим со штрафом на вес там про все плохо так возможно зря пряток вверх иду ниже брать это вертикально вверх пошел я смотрю у меня высота как не особо прибавляется вообще прибавляется скорость нормально тут нельзя тупо вверх уйти тут прям физика аэродинамика все есть весь набор поэтому взлететь не так просто а в чате участвовали пишут как как мне выйти в космос не получается так что тут болен проблемы но все у меня ведь большая скорость очень я я все равно еще атмосфере как бы чтобы себе не воображал я в атмосфере там ноль но пофигу окси пшедусь про 0 9 же что за фигня да дайте уже из атмосферы то выйду что за фигня то но ноль же уже но что такое достаток медленно набирается за так все хорошо но должна уходить начать я про сильно должна уходить но это еще не плазменный кокон то есть нормальная это она выдерживает это первая стадия да уйди то уже есть нервную ноль же на елке но уже тише становится нормально мы просто еще же такой угол на сфере не очень хороший я хочу просто уже вырваться отсюда вертаться 08 уже все уже масло уже не так держит все пошло прощай планет по ощущениям да я вперед лечу просто кривизна изменилась немножко траектории по траектории заложить я уже прям удаляюсь планеты я уже не все это зеленая это орбита то есть я уже вышел на орбиту она еще идет по краю атмосферы но такой я бы не советовал оставлять орбите корабль а дальше самое интересное мне еще как-то надо выходить на тадос что я взлетал от балды честно скажу я взлетал куда придется я могу теперь вот так просто по орбите разгоняться и она по сравнению перестанет быть орбитой у меня просто из притяжения сфер притяжения выйти планеты а это удобно делать когда просто набираешь по линии скорость чем больше скорость тем дальше уходишь 06g фух это было тяжело оторвать видите кабин чуть криво стоит я из-за бага вот того что не мог сесть в кабину я из игры выходил этот сервер зависает тут в плане того чтобы разгрузить максимально сервера игры очень много хранится на сервере игрока то есть у себя на сервере у себя в компьютере я вышел из кабины а на сервере игры я продолжаю в ней сидеть так надо было точку-то запомнить мадис зачем мне мадис у меня тадос надо а на тадосе наши вот эти хрени это т2 да маркет 4 2 а вот так на 180 развернуть и где-то вот тут мы будем жить наверное да да здесь ты знаешь ты где естественно против положу стороне где же еще он может быть так давай туда космос елки так я не торможу если на планет не торможу сейчас скорость чуть упадет и вектор будет смещаться туда так летают в космосе так хватило бы топлива надеюсь хватит 90 процентов надеюсь хватит на самом деле большая часть пути можно проделать по инерции я очень в сторону ушел прям очень так я могу вот так вот тормозу наверно потому что у меня вот та скорость вбок она мне не нужна тут есть жуткие вот эти космические тормоза вот видите включаются у них безумная просто мощность относительно других движков так ну планета далеко планета мне не повредит 0.2g вообще ни о чем сейчас скорость сброшу и разгонюсь снова вот туда и 160 единиц но это довольно далеко все красная территория значит я упаду на планету если ничего не предприму но я же предприму так насколько затягивать видео в чем вопрос я думаю до посадки на ТАДОС да сейчас разгонюсь поставлю на паузу попью чайку съем что-нибудь вкусное лететь где-то полчаса тут расстояние ну приличные то есть если вы видели ну сейчас не буду нажимать потому что я сейчас держу тормоза на карте ТАДОСа вы видели какой маленький шарик вот этой ПВЕ зоны вот эта ПВЕ зона а сама система она огромная сейчас выйдем в разгон покажу видите траектория рисует вот так я буду падать назад здорово очень хороший инструмент на кнопочку X включается ну все уж меньше 1000 скорость надо я до нуля сброшу чтобы ну получается мне ее гасить надо полностью скорость она мне не к силу и кстати тормоза не очень эффективно что-то работают ну я последнее время в бете летал на совсем других кораблях на здоровых с ядренными двигателями а вот этот маленький кораблик это у меня первое мое творчество то есть я вот его совсем нубом построил поэтому он так вот слетает видите я сейчас остановился в небе над планетой я покажу что я вот так куда паду если что так может для понятности развернуться не-не-не у меня вот туда давай высоты уже нету потому что я собственно уже как бы к планете не отношусь я в космосе полутыхаюсь но все равно пока не оторвался то есть опять таки если все выключить упаду вон туда возле полярной шапки на самом деле я чуть ближе упаду потому что атмосферу затоможу ну на самом деле атмосфере сгорю ну это ладно туда выше давай давай пока скорость маленькая сам это маневр выполнять вспоминаем ксп тут все так же все так же как ксп и они исправили этот баг у меня движки если видите стоят фактически внутри корпуса и им постоянно мерещилось что они задевают свои строя корпуса снижает эффективность корпус слава богу не разрушается то есть мятушки видите смотрят прям в крылья полут по сути ну почти они вниз на самом деле уходят эти огни вот я очень долго их двигал но понял что это просто баг это не проблема корабля это просто обсчет и видите они это исправили у меня сейчас нигде не мигает что струя задевает корпус все нормально так я пока на круговой еще левее возьму вот на этой орбите кстати можно оставить корабль но непонятно он за планета проходит насколько высоко он может девиации орбиты из-за которых цепанешь атмосферу и в итоге шмякнешься но в принципе зеленая орбита она безопасная на какое-то время то есть не знаю можно пойти там пообедать погулять с собакой и так далее вот на этой орбите с кораблем ничего не будет то есть он реально будет двигаться по орбите вы выйдете из игры а он будет двигаться по орбите все как положено это хорошо так кстати никогда не садитесь в планету прямо почему потому что мало ли чего сервер выключится допустим вы пойдете спать а сервер включится и ваш корабль впилится прямо в планету а так он улетит в космос космос тут может быть и не бескрайний но очень к этому близок вот там синяя по-моему алиот а мы на структуаре обитали это луна какая-то ладно тут пошел уже тупо разгон дайте по карте кстати видишь вкладочку в космос тут есть еще космос сейчас он рисует близко как-то тут где-то еще по моему планета 5 не нарисовано лакобус это из близких а 3 вдалеке где-то были еще какая-то одна по моему названию могу вот на одну могу ошибаться лакобус был не очень далеко яга да а какие 3 3 прямо совсем в стороне такое ощущение что их пытались сделать вообще не в этой системе но сейчас планету перерабатывают планет планетная поверхность перерабатывают и соответственно 5 планет успели сделать остальные пока не успели а кто у нас возле алиота это я возле алиота ну да то есть система тут очень большая и вкладка в космос наводит на мысль что потом будет что-то еще интересное так пока траектория такая себе давай выше подниму тебя то есть я пока даже не туда лечу у меня гравитация планет все-таки мешает и искривляет мою траекторию не-не-не выше-выше поднимай смещай выше-выше и левее вот так космос нельзя просто нацелиться на то что на цели лететь в ней это не подводный космос как во многих играх в спейс инженерах что вот ты нацелился и как торпеда под водой идешь и цели нет орбиты 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 искривление орбит под воздействием гравитации и все такое вот я сейчас выше иду видите но нормально выше-не ниже дайте чуть вниз уведу ее тебе все равно набирать скорость потому что ну быстрее долететь но набирать надо ее по правильному вектору поэтому смотрите когда летите вот вы ваш выход нарыве потом может выключить поэкономить топливо можно полпути шуровать на движках полпути ну как полпути разгоняться полпути тормозить это самое быстрое не самое экономичное еще смотрите за расстоянием вот я вылетел где-то было 160 да а я тип того вот за сколько я разгонюсь мне столько же придется тормозиться то есть это толку вот я все это время разгоняюсь пока вот развернулся начал скорость набирать я все это время разгоняюсь я сейчас сейчас набрал вот мне столько же придется тормозить ну примерно там плюс-минус потому что тормоза эффективнее движков ну если у вас только не стоит 50 движков вперед тогда вот пара тормозов будет точно не эффективнее движков да лучше движками тормозить но тормоза не жрут топливо будет тормозить я буду тормозами максимальная скорость вон написано 48 849 тысяч километров в час а это странно на бете была по-моему двадцатка или тридцатка что-то такое но они обещали это переработать к концу бета они это переработали но я уже с планеты не вылетал я на планете ковырялся со скриптами сидел и на все на это смотрел оттуда ну все вроде вот так пойдет теперь просто тупо линейно скорость набирать и все надо сюда еще по один поставить вертикал бустер что она пузом сильно шмякает когда садится надо помощнее туда добавить еще один где-то а то я думаю они правда как космонтопливо жрут ну да ладно вот на корме вот этот дополнительный движок я пожалуй сниму не то что он был прям нужен я такую тяжесть еще вряд ли повезу ну клаймьюит груз то что в отсеке лежит вот нормально это он утащит а надо будет кстати красиво как-то это дело оформить потому что я просто вырезал оттуда кресло вот он был по сути такой на вид как кабриолет для пассажир с пассажирами места вот эти контейнеры стоят я просто тут кресло выкинул и вот врезал туда этот контейнер надо как-то это дело ну закрыть ну что к ним доступ был я посмотрю как сделать мне в грузовом варианте он все таки больше нравится то есть маленькая моя леталка такая куда-то по делу летать прикольно шустрая вот передние движки вот эти серенькие это обычные базовые а оранжевые это фрейдерные атмосферные движки они экономят топливо фрейдерный движок он раскочегаривается долго но экономит топливо за этой пастыла может эти все поменять на экономные более еще военные они по-моему более защищенные а нет они у них тяга сильнее вот и есть сейф движки безопасные вот эти более крепкие есть маневровые движки маневры они быстро раскочегариваются очень то есть фрейдерные у них штраф на скорость разгона то есть медленно мощность набирают а маневровые быстро относительно базовых набирают то есть тут движки разные по типу но проще всего базовых конечно крафтить или вот так все оставить но у меня помело без движка как получается ладно я над этим буду подумать просто ну лишняя скорость тоже не мешает никогда я вот про этот серый движок который я сзади поставил дополнительный у меня есть что есть вперед движки направленные они небольшой мощности а не эксцессочки атмосферники и тормоза ай блин колесико не крутые я приблизить хотел ну наверное здесь вам видно вот такой кружок внизу маленький прямоугольничек чуть правее выше него здесь по праву направо смотреть там вот тормозявку вот это вот и справа от нее два движка маленьких казалось бы они не нужны я не буду всерьез маленькие движками тормозить но мало того я хочу еще в бока добавить такие же почему ну короче вверх вниз влево вправо хочу такие же миниатюрные добавить космические как минимум а почему тут есть система парковки emergency control unit называется ну она не парковки но ее удобно для парковки использовать когда она включена если вы неожиданно там выпали из корабля из пилотского кресла корабль зафиксируется в пространстве он вот этот control emergency control unit эко сокращенно называется он попытается корабль зафиксировать в пространстве при помощи всех доступных ему движков и тормозов чтоб корабль никуда не сдвинулся эта штука очень хороша при обрывах связи с сервером то есть в выпале если control unit включен он тут же корабль попытается остановить и будет держать его в установленном положении пока у него хватит топлива и возможностей то есть корабль не разобьется понятное дело что если он выпалит в атмосфере планеты скорее всего кораблю кирдык а вот если где-нибудь здесь я вам сейчас выпаду но у меня тут нет control unit потому что надо посмотреть как он работает с кабиной кабина кстати вот эта штатная она единственная больше кабины в игре нет в дальнейшем кабину делаешь сам то есть ставишь кресло и вокруг кресла все вот располагаешь стекла там всю фигню и тут ай хорошо пламя полыхает в кабине прикольно летать и если видимость из кабины конечно не очень но ты можешь справиться своей кабиной у которой там внизу допустим остекление идет да как не вон ручки газа не шевелит жалко но атмосферно так плюс еще конечно ограничение от поворота головы ну понятно что человек не сова да вправо 90 это как бы да это максимум для человека но не знаю иногда надо чуть назад посмотреть но атмосферно чуть цвет не совпадает потому что это сталь оранжевая а это двигатель у него штатный цвет такой 153 да не быстро летит конечно не быстро разгоняется но добавлять движков я не буду потому что будет от топлива выжирать быстро атмосферка то ладно я допустим поменяю на фрейтерные вот эти три серых движка и они будут экономными а вот космические допустим два еще добавить да набор скорости будет быстрый но выжрет топливо атмосферное топливо ты пофигу ты сел где угодно рюкзаком всосал газа руками собрал руды ну если место нейтральное твое скорее нейтральное но набросаны камушки то везде атмосферное топливо делается на коленке приземлился руками собрал скрафтил полетел дальше а вот космическое то нет для космического нужна установка химическая поэтому надежда смотовлю как бы экономнее расходов 76 процентов кстати довольно сильно потратил ну ладно тормозиться буду опять же говорю этими тормозами поэтому не страшно ну что ж давайте тогда я поставлю на паузу ничего происходить не будет я буду ну не полпути я думаю до двадцатки разгонюсь это будет где-то на 100 на 150 наверно да то есть пятнадцати су я буду тормозиться или за разного симонки 48 тысяч блин я задолбаюсь тормозиться с нее просто тормоза это держать кнопку control нажатой я в перелетах особенно на тяжелых кораблях я просто на эту кнопку клал что-то тяжелое у меня тут заготовка для ножа лежит в школьные годы еще сделанная я так не рукоятки не сделал за все прошедшие сколько получается ну больше тридцати лет я не сподобиться к ней сделать рукоятку она так и лежит вот я и а у нее шток тонкий под рукоятку я прямо ее на контур укладу нормально для этого она у меня тут слышит висящие вот эти звезды на встречу летят конечно ну ладно ну ладно я тогда тормозну ну полуспоздную картинку и встретимся уже у Тадоса так ну что ж прошло где-то полчаса я успел почитать книжку попить чай но в принципе чай то я еще допиваю еще не успел немножко я летел не очень быстро у меня максималка 50 тысяч километров почти у моего самолетика потому что он маленький в игре ввели дифференциацию от массы корабля то есть огромный хаулер может тащиться скоростью и десять тысяч километров сейчас всего на всего а вот такая мелкая шушера почти пятьдесят это как бы стимулирует развитие мелкого кораблестроения истребителей что такое потому что раньше преимущественно строили здоровые лоханки еще раз скорость маневрена одинаковая какая хрен разница вот теперь не так а вот собственно Тадос расколотая планета чем она меня в свое время привлекла видно вот кольцо астероидов ворот нее это не те астероиды которые прилетают из космоса с ресурсами на них тоже теперь ресурсы есть они стационарно висят то есть они не вращаются вокруг планеты и у нас была наша база и над ней на астероиде космической станции ровно над базой почти в зените это было прикольно в этот раз попробуем так же сделать поэтому когда целитесь в Тадоса у вас есть шанс прилететь в пояс этот астероид и шмякнуться в один из них Тадоса надо подальше прицеливаться это вот две луны Тадоса на них скорее всего тоже будем ставить буровые я не смотрел какие там ресурсы вернее я смотрел но у меня из головы вылетело в прошлый раз на одну из лун мы добывали малахит сейчас малахит на Тадосе на какую-то из лун мы будем добывать хром ух ты соскочил кнопки эй да у меня кнопка control прижата это я ну я альтабался видимо поэтому блин я мимо проскочу теперь ну ладно что поделать зайду с другой стороны вот мне надо дотормозиться по-прежнему тормоза не жрут топливо это меня очень радует что вы видите у меня на разгон ушло 58 процентов топлива ну не совсем на разгон на взлет не в том направлении торможение разворот в правильном разгон поэтому мне может не хватит а сейчас еще надо будет толкнуться один раз то платить водой заполнена это мне меньше нравится но люкс смотрел картинки как это выглядит говорит живописно мне нравилось больше планеты именно расколотой на половинке почти до ядра это было прикольно ну ладно вообще если я не попадаю ни в какую луну вот в чем смысл то что я оцелился мимо планеты видите если бы я оцелился в планету четко я бы сейчас в нее впилился от того что у меня груз упал с клавиатуры который отвечает за то что тормоза работали непрерывно вот и вот вот сейчас бы я бы уже врезался в планету а я лечу мимо поэтому а чё страшно ну мимо пролетел заторможу вернусь пролечу я конечно конкретно потому что я уже прохожу а у меня скоро 25 тысяч то есть я улечу там хорошо где наверное за 5 астро единиц точно учешу ну тадос мне нравится больше всех а люксу понравился по-моему яга над ним на ховере прикольно гонять и говорит живописника еще прикольный лакобус их планету это еще не сделали там снежные равнины такие зимний такой пейзаж прикольные вообще все планеты красивые вот астероиды проплоют их не так много то есть надо будет успеть занять но населенность тадоса сейчас пол процента то есть людей на нем нету я не знаю почему не долетели может неинтересно все кинулись мадис столбить не знаю яга столбить может ну карпы то точно на пвп зону ломанулись ну вот тадос пустой стоит на нем людей нету а вместе с тем по ресурсам он интересный достаточно поэтому вот мы на него ну я на него потому что он мне нравится на мой взгляд лучшая планета я правда не на всех был далеко в пвп зону я вообще не летал я был только в пвезу и на планетах но тадос мне нравится больше всего ну что ж я там опять сейчас поузну пока развернусь выйду поближе тогда включусь на посадку уже чтоб снималось так ну что ж снова в эфире почти прилетел на тадос вернулся оттуда кстати там это кстати местная звезда наша которая тут является солнцем и она двигается на планетах день и ночь бывает ну тут имитировано наоборот тут не планеты двигаются вокруг солнца тут солнце двигается вокруг планеты ну как уверяли древние греки на самом деле так оно и обстоит на планетах бывает ночь что интересно вот тот треугольник это не инопланетяне сели синий это в оксине не прогрузились бывают такие баги в общем вот там находится пвп зона и я в нее вылетел причем нехило так вылетел где-то наверное на 7 астры единиц но благо сейчас пока пусто тихо никто не воюет все хорошо я оттуда возвращался уже проскочил капитально конечно ну из-за того что вот упустил момент что я альта былся и тормоза были выключены сейчас как видите у меня работают двигатели мои маленькие тормозные у меня включен круиз-контроль вот тут вот режим круиз-контроля я выстрел тысячу и он тысячу эту поддерживает притормаживая режим с одной стороны удобный с другой стороны когда приземляюсь лучше полностью который надо аппаратом сохранять поэтому поближе когда войду в атмосферу я делаю выключу даже не войду в атмосферу а уже увижу что близок к входу в атмосферу тут что хорошо тадос когда так сказать взорвался у него вся атмосфера стекла вот в эту дырку поэтому с этой атмосферой у него тонкий по сути вся планета это высокогорье там во-первых атмосфера слабая очень то есть космические двигатели включаются очень близко от поверхности а во-вторых там невысокая гравитация это уже немножко конечно неправильно они сделали по логике тача но тут она очень сильно меняется то есть тут наверху то ли 0,5 то ли еще что-то такое я в цифрах не помню потому что там очень маленькая гравитация то есть строишь на плавности корабль который на нем взлетает не факт что на нем сможет взлететь с олеота я с ним столкнулся как-то полетев на построенном здесь корабле на олеот там то он у меня упал надо смотреть в билд хелпере вот это вот наверху вот эта штука а надо смотреть какая у твоего корабля там подъемные силы ну и все такое и какое же он способен преодолеть так мне кажется сейчас маленькие двигатели тоже не смогут а ммм автопилот по-моему тормозами не пользуется да? ну я могу я буду ему помогать и автопилот ты не разгоняй а короче что надо его выключать travel мод нафиг сам разберусь без автопилотов слушай так текстура ты так и я когда из космоса летел он большой вот такой треугольник потом пропал сейчас снова появился это это богоина опять не прогружена текстура и отображается вода потому что всем известно я думаю что когда делают такие большие воксельные объекты во многих играх там в тех же инженерах а нет в инженерах каменная вода когда там вода внутри планеты вода является сферой внутри объекта планеты и в любом месте докопайся до уровня моря и найдешь воду ну просто так проще процедурно чем наливать воду в определенное место и вроде как создается иллюзия что у тебя вода это вода то есть ты если пытаешься прокопать канал от моря куда то у тебя канал будет с водой если ты до уровня моря его прокопал так я чуть утолкнул теперь регулярно поверхность планеты так что-то уже как-то я низко опустился тут просто атмосфера очень короткая можно не успеть затормозить а я собственно по сути сейчас падаю тут нужен горизонтальный полет но блин это не очень удобно из космоса делать то есть я могу на самом деле до нуля затормозиться и попробовать выйти в горизонталку но меня потянет низ гравитации сильно то есть пройти по касателям довольно непросто учитывая что должна быть скорость маленькая чтобы не погореть а на маленькой скорости крылья то не работают сейчас попытаюсь я же вертикальную скорость вот этим тормозами уменьшу вообще до максимума до минимума да ты попробуй толкнуть его вдоль атмосферы чтобы падение было пологим ну как-то вот так он все равно будет падать да но более полога просто цель выйти в горизонтальный полет в атмосферный полет из космического полета перейти в атмосферный в атмосферном полете уже можно нормально маневрировать потому что приземлиться вот так сверху вниз шмяк нереально не приземлиться то есть он не затормозит вот видите она более вертикальной становится оп пошло так моста снижается у меня наши крылья получили поддержку воздуха вот видите все еще 0 в принципе у него разгон довольно хороший я могу сбросить скорость до нуля еще раз до нуля и в атмосфере попробовать разогнаться пока космон тормоза пока работают значит атмосферы еще нет он на 1% пошел аааа фигня нуля Вот так, допустим. Попробуем. Нет. Пока нет. На самом деле, да, кажется, что медленно летим. Но это иллюзия, потому что высота большая. 500 километров в час чешет. Но воздух, по-моему, начинает работать от 10%. Ну, я сейчас заеду в атмосферу, просто вираж над каньоном сделаю и сюда приземлюсь. В принципе, тут так не покажет. Я тут думал, расчерчит всю нагексы, что-то мне померещилось. Ну, ладно. 7%. О, включились на сферке. Ну, вот и прекрасно. Все, живем. Летим. Сейчас космический погас тут. И заработают атмосферные движки. Все, космический погас, все. Я в атмосферном режиме, все, все хорошо. Можно выключать. Просто я вертикально вниз так вот сейчас не упаду. Мне надо сделать вираж, сбросить скорость и вернуться сюда. Слишком большая высота. Тут только пикировать. Пикировать не хочу. Пикирование плохо заканчивается. Я сейчас опять-таки иду не... Вот так вот я иду 25 градусов вниз. То есть я снижаюсь. Что-то по части ексов. ТЦ нажимаю. Ага, вот так, ладно. Так, и вот мой каньон, который испортили. Просто он был... Вот еще на такую же глубину он вниз, туда под воду уходит, если не больше. Это реально дыра чуть ли не до ядра планеты. Так. Вон там торговый хаб, я вижу уже. Ну вот у нас где-то здесь, походу, и было все. Все, нормально, с высотой нормально, начинаем разворачиваться. Главное не крутануться на месте. Потому что если я сейчас развернусь назад, ну вот на 180, я могу крутануться, мне маневренность его позволяет. У меня просто будет, по-моему, это называется полоским штопором, он вот так вот крутанется, потеряет скорость и плашмя упадет вниз. Ну, мне кажется, хуже стало с такой, с водой. Во-первых, вот это вот изгиб, планета-то маленького диаметра, планеты, в общем-то, уменьшены на самом деле. И вот этот изгиб, он портит, мне кажется. Ну, не знаю. Мне не очень. Сухой каньон был лучше. Длинная еще серия, получается, ну, куда деваться. Игра вообще неспешная. Вот видите, у меня скорость такая маленькая. И падает, потому что я сейчас торможу, по сути. Там, в пол. То упаду, видите. На нее 400 падает, по-моему. Кстати, вот тут, видите, в этой скорости куда? То есть я боком лечу. Но этот момент немножко тут, конечно, мне кажется, не очень проработан. Да ладно. Да ладно. Так, метку я оставил довольно от балды. Так, вот для люкса. Ну, потому что вот тут бугры вот этими мне не нравятся. Так, снижение. Шасси. Так, хорошо. Блин, я на какой высоте вот над землей. А телеметров-то и нету. Ой, а это что за деревья? Ха, на Тадосе появились деревья. Круто. Ну, тут невеликая гравитация. В последний момент движки срабатывают. Прямо буквально в последний момент. Пум. Выходим. Ну, чего? Вот он, Тадос. Деревьев раньше не было. Была лысая планета совершенно. Теперь она, как видите, не лысая. Ну, что ж. А про базу на Тадосе будет... ...следующее видео. А тут только был передат, потому что так уже больше часа. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.